Сегодня мы слышали с вами удивительную беседу юноши, который был законником, который очень хорошо знал все законы, причем не только светский, но и духовный. Это был такой уже основательно подготовленный человек, который подходит и спрашивает Иисуса Христа, искушая его, какая наибольшая заповедь, скажи. Вот сегодня мы с вами, читая этот отрывок, должны немножечко поразмышлять о глубине этих сказанных слов. И Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, сияя есть первая и наивысшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. На этих двух заповедях стоит весь закон, который ты так долго учил. И если ты не поймешь этих двух, ты ничего в законе не поймешь. Потому что если ты будешь исполнять закон любви, ты не обманешь, ты не украдешь, ты не убьешь. Ты не будешь делать то, что будут делать другие. Потому что любовь, она выше всякого беззакония. Она не хочет обижать, она не хочет раздражать даже другого. Она долго терпит, милосердствует, она не раздражается, она не ищет своего. Она не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется. Любовь все превозмогает. Почему? Потому что она никогда не проходит. Вот почему Бог и дает самое главное, он повторяет это не однажды. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Разве это новая заповедь? Ведь Христос повторяет заповедь Ветхого Завета, которую хорошо знал законник. Что нового в этой заповеди? Сегодня вы должны ответить на этот вопрос. Что нового в заповеди, которую дал Христос сам? Потому что повторяя заповедь Ветхого Завета, которую знал Израиль, Христос дает новую заповедь. Заповедь любви более высокую, чем ту, которую понимали израильтяне. И вот тут почему дальше Христос говорит о удивительном божественном происхождении самого Мессии. Он говорит, когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он Сын? И вот не поняв этого главного, что Христос и есть Божество, тот самый Бог, который через рождение от Девы принимает человеческую плоть ради нас и ради нашего спасения, становится человеком таким, как мы, мы не поймем ничего в Евангелии. Тогда это будет просто один из учителей, который повторил Ветхозаветную заповедь. Каждый из нас может повторить ту заповедь, которую мы читаем еще в Ветхом Завете. Любите друг друга. Ну как? Вот любите и все. Вот без понимания божественности Иисуса Христа не понять, а значит и не исполнить эту заповедь. И вот здесь нам понадобится текст сегодня прозвучавшего Евангелия, который читается накануне крестовоздвижения. Послушайте, дорогие. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. Вы слышите одной этой фразой? Никто не восходил из живущих на земле на небо. Никто, кроме того, который сошел с небес, родился от Пречистой Девы Марии, воплотился в этот мир, стал таким, как мы, искупил наши грехи, избавил нас от греха, проклятия, смерти, победил смертью смертью и вознесся на небесах, и вошел, как сказано самим Спасителем, только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Откуда эта фраза? Эта фраза из беседы с Никодимом, третья глава Евангелия от Иоанна, когда Никодим тоже один из образованнейших людей, который был одним из начальников иудейских, он задавал такие вопросы, а как спастись, как жить духовно, ведь все, что мы знаем, это не совсем то, как-то не складывается, подскажи нам, как жить, как правильно жить. И вот Христос открывает, что вера в истинного Бога, который сошел с небес и пребывает на небесах, он говорит Никодиму, вот веруя в кого вы спасетесь. И продолжает. И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть и Сыну Человеческого, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Посмотрите, какие слова. Чтобы всякий, кто в Него будет веровать, не погиб. Люди погибают, люди умирают, люди гибнут от авиакатастроф, от различных болезней, от всевозможных аварий. Разве они не погибают? Разве что человек бессмертен? Нет. Христос дал нам вечную жизнь, потому что жизнь человека не заканчивается отрезком земного бытия. За гробом есть жизнь, и Христос дает нам ту жизнь, которая не просто будет теперь в иллюзорном представлении. Будет день, когда душа человека соединится обратно с его же телом, и человек воскреснет, и он будет уже в новой своей человеческой природе. То есть будет человек, преобразившийся, то есть человек по воскресенье будет тем же, но преобразившимся. Вот ради этого спасения в вечной жизни, всегда так вот с Господом будем, приходит в мир Христос и продолжает. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот, дорогие братья и сестры, один западный проповедник, это было на стадионе, огромное количество людей, собрались люди послушать Слово Божие, вышел на середину поля и произнес вот эти слова. Три раза. Он так произнес, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. В этих словах вся глубина евангельского благовестия. Но на этом Христос не заканчивает, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него, в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Неверующий, сам себе палач, он уже себя осудил. Он разве этого не слышал? Разве об этом не возвещала церковь с высоты амгонов? Разве у него не было глаз, чтобы это прочитать? Оно ему было не нужно. Поэтому он ни церкви не любит, ни священников, ни народ Божий христианский не уважает. И сам живет совсем другими земными, чисто греховными законами. Вот потому верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден. Каждый из нас пусть задаст себе вопрос, а как я люблю Бога? Или люблю, и люблю ли я Его? Или так только в церковь хожу? В себе что-то попросить? В семье что-то? Ну, чтобы все было хорошо, чтобы не болеть, чтобы все было как бы на карточке достаточно, чтобы пенсию вовремя платили. Я ради чего в церковь хожу? Посмотреть, постоять, помолиться, причаститься? Или выйти другим человеком с любовью в сердце? А если я такой не имею, то буду просить, научи меня, Господи, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Вот я попрошу вас, читайте молитву оптинских старцев, выучите ее. И вот поэтому в конце хотелось бы дать несколько советов. Что же сделать, чтобы для тех, кто хочет полюбить Бога, какие нужны первые шаги? К старцу одному пришел человек и говорит, отче, с чего мне начинать духовный путь? Он говорит, пойдем со мной. Берет его за руку прям и выходит из кельи, а у него недалеко, метров там в десяти колодец. Подходит, говорит, посмотри на свое изображение сначала. А сам наклонился, набрал горсть ко мне и так понемножку камешек за камешком бросает. Волны по колодцу идут, он так заглянул, а там волны. Только чуть-чуть водичка успокаивается, он опять туда камешек бросил. А тот смотрит, тот опять камешек бросает. И так стоит, пока тот пытается себя увидеть, а он бросил камешек, опять волны идут. Отче, что ты делаешь? Я так никогда не увижу свое изображение. Вот это начало духовного пути. Пока ты не успокоишься, ты свой образ не увидишь. Не говоря уже, образ Бога в себе. И поэтому, чтобы второе, научиться любить Бога, мы должны, дорогие братья и сестры, научиться любить ближних. Вот без этого мы никогда не научимся Бога любить. Потому что сам Господь говорит, как ты говоришь через Евангелие, через святых апостолов своих, что любишь Бога, когда ближнего своего ненавидишь. И вот, чтобы это все, дорогие, выросло одно в одно, нам нужна будет еще одна ступенечка, на которой я и завершу. Любите друг друга, говорит Христос, как Я возлюбил вас и себя предал за вас. Вот эта высокая любовь, которая нам вообще хотя бы должна быть понимаема и услышана, чтобы хотя бы к ней стремиться, если мы об этом даже не задумаемся, то тогда пора обедать. Пора обедать. А нам, дорогие братья и сестры, входящим в храм, пора начинать жить. И те, кто приходил, может быть, все это много раз слышал. Для чего мы это постоянно повторяем? Чтобы каждый из нас немножко оживлял свою усыпляющуюся душу. Начните делать добрые дела тем, кто в них нуждается. И получайте радость. Вот тогда мы будем исполнителями еще одного слова нашего Спасителя. Так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашего Небесного. Игорь Негода. Игорь Негода.